здравствуйте друзья у нас в студии гость зовут его павел больше ничего не знаю вот вижу первый раз так же как вы тоже начните вы видите первый раз новую из нашел к нам не просто так а там по направлению по рекомендации вот но все теперь давайте представляйтесь рассказываете что чего я еще здесь меня спорта 4 в наушниках сидишь я для контроля звука иногда бывает хуже лучше и поэтому я по делу на здравствуйте михаил здравствуйте зрители очень приятно познакомиться так вы еще из кадра не выходить спасибо за то что позвали по рекомендации очень помогает наша местная рекомендация да мы приехали в долину со своим продуктом это железный продукт называется синий мод откуда приехали мы приехали из москвы у нас интернациональная команда земляки и приехали из москвы здесь открыли офис феврале сейчас занимаемся продажами вот такого продукта это железный продукт а где вы офис ваш где офис у нас палать находится и в сан-франциско подождите вот тут что-то осталось коробки да там две коробки ну вот основной продукт здесь давайте я вам дам открыть вы посмотрите и осторожно так я должен догад догадаться что это нет не обязательно я вам расскажу что синие моды но синие это от кинематографа несоверно это устройство называется кинотеатр для семейный кинотеатр портативный семейный кинотеатр мама рода да так вот так как-то разнимается внутри нет это все в порядке в руки так так тут есть маленькое окошечко в него наверное можно смотреть там еще нет его нужно включить так включить видео вот это да включить вот здесь верно подержать совершенно другой стороны так ну да зажегся зажегся так ой в глаз светит а на стенку надо да все верно это не такая ну да я пакет я думаю этот давайте здесь посвячу только если перевернуть надо кверх ногами вот все верно синим от story teller у меня знаете когда вот дочь моя была маленькая а вот вы как раз не только что общались до сын и вот я ей крутил как это называлось ты наверняка это назывался диафин ну где-то где проекта диафильмы крутила и я еще снимал с него эту штуку сзади и фонаре туда ставил и она вот через эту линзу светила на стену и вот получалось хорошее изображение да абсолютно я маленького мука смотрели на связи с этим я могу сразу показать у нас здесь есть такие штуки то есть тут как бы интерфейс то посмотрите вини-пух да мини-пух так так а вот здесь есть такая штука которая вам будет близко смотрите а вот это вот я извиняюсь вот эти ваши диафильмы они 1 берутся это те самые диафильмы которые выкрутили своей дочери я вижу что в тексте снижая это те самые вот срабо вот это видео видеофильм вся тасса студия видеофильм мы лицензировали 2000 диафильмов оцифровали их перевели в цифровой формат записали сюда она большое расстояние может если да если мы сейчас выключим свет выключаете давайте где светом а вот она там уже у двери ой так это раз один а потом второй все все значит если как поставить да и он не будет трясти давайте студия диафильма а можно увеличивать да конечно в темной комнате когда вообще нет цвета размер экрана составит 2 метра то есть надо отходить подальше то есть отсюда я так не могу ну разумеется проектор есть же свои характеристики он зависит от расстояния хорошо он не может сделать ну хорошо а вот первый вопрос который у меня возникает как у человека у которого есть внуки например почем вещь да мы продаем здесь в америке по цене 399 долларов чтобы онлайн и до постойте постойте значит 400 баксов я получаю такую девайс или я получаю что смотреть тоже да вы получаете то что смотреть тоже а вот здесь я сразу вам покажу то что вы делали с со своей дочерью то что вы говорите да вы делали фонарь вот мы записали такие специальные ролики вот это нам нужно еще запасать вас постричь да поди колонить нам надо вот это записать с вами потому что мы создаем такие уроки это мы сами создаем в которых дети ну и взрослые тоже они могут учиться как делать фигуры самостоятельно я бы в детстве только целыми днем видео на самом деле не только вы потому что вот эту штуку мы наши пользователи приносят при присылают на фотографии на детских праздниках дети могут быть заняты два часа делая легко и 3 города есть еще кому-то показать им очень нравится потому что это интерактивно то есть дети не сидят просто не смотрят они бегают договариваются кто где возле экрана не у меня возникает такой вопрос а что вот до вас не было таких штучек нет до нас к сожалению не было и на самом деле диафильмы это очень близко для советского человека история мы создали это устройство исходя из потребности приобщить своих детей мы все все основательно откуда устройство берет файлы она имеет свое и питом подгружает или как это происходит да все верно во первых устройство обладает собственной памятью 32 гигабайта и мы загружаем все внутрь собственно внутри находятся диафильмы сказки мультфильмы и аудиокниги то есть и мультики тоже со звуком можно 150 часов контента предзагружены но само звучит или надо его кого-то разумеется но само звучит здесь просто звук выключен да и в абсолютно правильно заметили что устройство за такую цену поступает вместе с контентом идеология заключается в том что вы его купили развернули надали своему ребенку и ребенок занят то есть подгружать контент нужно или все что в принципе если вы захотите вы можете подгружать контент есть откуда да разумеется у нас есть он вай фай устройство связан с облаком контента и может подгружать дополнительный контент из облака я знаете о чем думаю с точки зрения вот ребенка или родителей которые ребенку дают девайс тот или иной значит вот у меня есть там скажем две внучки 1 10 лет другой 2 с половиной они обе так или иначе значит используют разные устройства это может быть лэптоп это может быть iphone это может быть консоль игровая это может быть начинаю думать что может быть просто книжка телевизор youtube да значит нам тут поднесли друзья нам тут поднесли вы знаете как пьют чай блогеры они берут объектив если вы думаете что наливают сначала и прям с этой линзы пьют то они этого не делают они снимают типа линзу вот снимают типа линзу так и вот это вот вот она и снимается линза а дальше просто бьется значит все-таки вы считаете что какая то есть конкуренция т.п. этот самый пик да или как его да вот это вопрос о том что может быть записано дополнительное устройство то есть вот дочка у меня любит папу пик например вот и папа пик не приходит за русском но она не приходит предустановленная сюда то есть способ какими я получила на устройстве я его транслирую с youtube прямо живьем и да то есть он может с ютюба скачивать любой контент который находится найти скачивать или стримить не он стримит извините конечно с ними надо скачивать надо не нарушение прав каких-то там будет не но на ютюбе наверное нарушение но посмотреть пользоваться соглашения но в принципе мы не ограничиваем возможность записи контента на устройство то есть вы можете записать любой контент и он проиграет любой контент на устройстве ну собственно права на этот контент мы оставляем на вашу а вот такой вопрос вот как человек который в бизнесе сам какое-то время правда у меня в другой совсем бизнес но все-таки я понимаю что вы можете прийти самые шикарные идеи и до тех пор пока эта идея вдруг не рванула вам все будут ведь это ерунда это фигня денег не ли не вам никто не даст ну это обычный набор но когда идея вдруг рванула завтра придет кто-то у кого денег много и они даже и покупать то вас не будут они возьмут и там за не знаю срубит за несколько месяцев и раздавят просто вот вы вы как-то защищаетесь от этого да мы защищаем сейчас отвечу на этот вопрос а потом отвечу по поводу конкуренции к айпадом и к телефону по поводу того что защищаемся во первых это технологическое устройство это можно сказать мини портативный проектор и на самом деле создать такую штуку не так просто здесь есть ряд технологических новшеств кроме того с виду простенький да в этом и есть ноу-хау простенький да например одно из ноу-хау который есть мы один проектор единственный проектор на рынке активно который продается у которого нету вентилятора для охлаждения если вы обратите внимание все проекторы шумят но если есть лампу так надо охлаждать а у нас такое технологическое решение когда мы охлаждаемся без вентилятора ну охлаждаетесь то есть еще ну конечно охлаждается мало либо что у вас не греется нет к сожалению до такого уровня технологии не нашли но смысл в том что здесь ряд технологических решений и форм-фактор тому способствует которые позволяют нам защитить технологию и то есть например мы можем сказать что любой производитель который придет и захочет сделать то же самое он это не может сделать дешевле вернее он может это сделать за счет масштаба если он миллион штук выпустили в него есть свой канал сбыта конечно он может быть и вдвое дороже сделает и продаст а вы дешевые да не продадите пошел нет канала сбыта мы очень надеемся что такой игрок появится потому что если два игрока играют в в одном пространстве то в этом случае общий размер рынка растет если а если он будет продавать дороже так вообще с удовольствием но конечно такая опасность есть то есть мы с ней знакомы и мы отстраиваемся от нее в том числе тем контентом который у нас здесь есть а вот такой вопрос вы на чьи гуляете все-таки расход какой-то есть с этим связанный да разумеется мы стартап прям совсем стартап мы долгое время развивались на собственное финансирование потом у нас были бизнес-ангелы это те инвесторы которые нас поверили в сша нет в россии в россии в декабре прошлого года мы закрыли сид раунд вот фонда развития интернет инициатив в россии но размером существ до 20 миллионов долларов сужден неплохо не то что ты 30 тысяч нормальные денег ну и собственно эти деньги мы используем как раз для масштабирования истории не секрет какой процент бизнеса они хотят за эти деньги не это не секрет это можно найти в открытых источниках есть выписки из реестров получается чуть больше 25 процентов за 2 то есть оценка компании на момент вхождения составила 9 миллионов долларов уже да а продажи есть у вас да мы продали 7000 штук сша устройств вот по всему миру в сша мы продали чуть чуть больше 1000 исторически у нас самые сильные продажи в российском регионе что даже мультики вот эти подожди а фильмы и потому что мы первую версию 3000 штук с которым мы стартовали это был mvp продукт отлично от этого он был без вай-фай connection у него был гораздо хуже качество изображения и вот мы продали 3000 штук за восемь месяцев и поняли что эта история очень привлекательно для наших потребителей с точки зрения вот того чтобы эту первый вопрос у меня но не первый но очередной вот скажем ребенок трехлетний он ее не не разобьет вот дать ему вот шагантом нет он и не разобьет во-первых мы делали тесты которые мы бросали устройство с двух метров на кафельный пол и она абсолютно нормально выдерживает кроме того у нас есть длительные длительные тесты я у меня у самого двое детей они используют вот конкретно вот этот кубик они используют каждый день вот и там такое число падений и всего прочего что все в порядке кроме того мы также предлагаем аксессуары то есть есть вот такого формата аксессуары это защитные чехлы в том числе которые позволяют во-первых защищать устройство во вторых мы не делаем их просто так в духе любого стартапа каждый в духе любого стартапа каждый чехол у него есть nfc метка вот здесь когда мы одеваем чехол сверху на устройство устройство распознает какой конкретно чехол мы одели и автоматически скачивает из нашего облака те мультики которые относятся к этому персонажу то есть ребенку ничего не нужно делать им просто одел чехол и не появились новые мультики здесь нифига то есть это несет не только защитную функцию но еще и функцию по распространению дополнительного контента да а маг марш и медведь имеется маша медведь нет к сожалению не имеется мы ведем переговоры по лицензированию но опять же у нас есть комплексное предложение по доставке контента то есть например если говорить про российский рынок в этот четверг вчера получается мы как сказать по-русски извините за релизе ли обновления потому что он по вай-фай удаленно выпустили может быть точно выпустили обновление которое для всех наших пользователей добавляет поддержку мегафон тв это онлайн платформа в россии и мегафон тв это собственно вид широчайший набор контента можно смотреть телевидение можно смотреть самые последние кино кино здесь тоже может и например нет здесь к сожалению мегафонтовые нельзя конечно смотреть но здесь мы работаем над тем чтобы добавить netflix amazon prime hulu то есть всех основных производителей контента и если говорить про маша медведей то мы надеемся что после того как мы добавим netflix вы сможете смотреть маша медведей здесь а кроме того не забывайте про youtube то есть вы можете в любой момент получить с youtube да тем более с официального можно смотреть да с официального канала можете получить но предзагруженный контент который мы сюда загружаем мы стараемся его делать с функцией развития то есть все мультики которые мы сюда разгружаем мы стараемся их сделать так чтобы они не только развлекали ребенка но еще и помогали ему развиваться ладно давайте мы зажжем свет давайте в общем так вы играли с игрушечкой такая она прикольненько вот значит в чем в чем как бы этап на котором вы сейчас расходитесь вот находитесь вот я знаю что вы с уиной снимались да да у нас вот почему вы хотите чтобы люди знали что такое есть вот как вообще выйти как вообще люди узнают что есть да но узнают с помощью таких различных каналов которые которые в том числе и вы представляете вот и мы используем стараемся использовать как можно более широкий спектр чтобы люди о нас узнали а в россию тоже 400 долларов стоит в россии он дороже стоит 550 долларов на самом деле потому что ндс и таможня то есть себестоимость одинаковая но чтобы привезти в россию стоит дороже вы как бы иностранная фирма вы должны импортировать но мы вообще в принципе производим его в китае то есть неважно какая фирма импортирует у нас есть российская компания в любом случае это завоз оборудования я понял если она произведена в другой стране то вы за нею важно конечно конечно у нас есть различные планы по локализации производства но к сожалению они разбиваются суровую действительность вот в китае все-таки делать выгоднее именно в смысле цены да разумеется они не то что смысле вот скажем обеспечение своевременных поставок или там в первую очередь цена и во вторую очередь процесс то есть с процессом еще как-то можно наладить жизнь ценой а вот была советская там электронная промышленность она там чего-то но по мелочи может быть бытовое что-то выпускала я помню те времена а в основном конечно больше на оборонку там работала на средства связи сейчас есть промыть своя промышленность да в каком-то формате есть но скажем так она несколько не соответствует требованиям текущей действительности например вот этот оптический модуль который мы здесь используем его производит очень ограниченное количество компаний в мире это такой но серьезная ноу-хау делки проекция а вот там много-много маленьких зерна вы просто его ставите ли это ваш модуль нет мы его ставим но мы его закупаем например у texas instruments то есть мы не можем его нигде купить в другом месте потому что texas instruments одна из немногих компаний которые ну как бы занимается производством такого класса продуктов то есть в их устройствах используют разумеется он сам по себе как модуль используется во многих продуктах а вот с батареечкой еще с питанием что сколько он потянет у него пять часов беспрерывного проигрывания видео со звуком без звука да со звуком пять часов беспрерывного проигрывания видео но опять же так как это устройство для детей и для семей то мало какой родитель хочет чтобы ребенок сидел и пять часов смотрел видео поэтому с этой точки зрения ну как бы он абсолютно выдерживает все требования по использованию на текущий момент вот в среднем у нас его используют 40 минут в день дети ну да он еще и рапортует там ну мы можем увидеть куда если собственно пользователь согласен с тем чтобы предоставлять данные то он предоставляет эти данные интересно вообще то есть можно такой уж пиона заслать да как бы собирать информацию на самом деле возможно что даже эта информация там больше денег принесет чем например с самого устройства что его еще произвести надо продать надо там сколько с него на гребешь а когда идет постоянный поток информации туда постоянно как быстро является товаром ну вот я бы еще хотел вернуться к вашему вопросу все-таки про конкуренцию вот вы правы есть много устройств айпад телефон и все они конкурируют бесплатный конечно идем бесплатно все не конкурирует за внимание ребенка и за родительский кошелек я бы так сказал проблема всех этих устройств заключается в том что они чрезвычайно опасно то есть любой родители и я уверен вы как дедушка вы не любите когда дети смотрят телефон или айпад потому что их поведение после того как они посмотрят она несколько меняется в худшую сторону это радиация какой-то но радиация не радиация но этому есть физиологическое объяснение то есть причина почему во первых все излучающие устройства будь то телевизор айфон или айпад или планшет любой у них они излучают в так называемом но в различном спектре но у них присутствует так называемый blue light по голубой спектр излучение голубой спектр когда он воспринимается организмом уровень мелатонина от голубого спектра снижается а мелатонин отвечает за то за спокойный сон и за развитие вот через враговую да все верно впадает в глаз и просто снижается именно поэтому причина когда вы хотите спать вам нужен свет яркий потому что синий свет в синий спектр света он будет снижать мелатонин а повышенный уровень мелатонина он вы вызывает сомливости такие именно поэтому на ночь персональное устройство детям нельзя давать потому что уровень мелатонина снижается им тяжело потом засыпать они соответственно приходят все в плохое состояние в конце концов засыпают плохо спят и это такая большая большая проблема которую мало где освещают но тем не менее продвинут родители не знают вот это устройство лишено это проблема потому что свет отраженный и соответственно 7 спектр он в меньшей степени присутствует в отраженном свете чем в прямом не потому что он отсутствует конечно сигнал потому что он вот рожу конечно то есть сам по себе он есть но он просто меньше гораздо воздействует интересно а вот черная коробочка это что это у нас аксессуары которые поставляются вместе с устройством для на увесе стоит такая да смысл в том что это зарядное устройство здесь кабель и юсб переходник для того чтобы вы могли насчет ну да в розеточку обычное зарядное устройство причина почему мы сделали отличным потому что причина почему мы сделали отдельно аксессуары отдельно коробка потому что вы можете взять с собой только коробку не все не обязательно таскать собой зарядку если да я как блогер хорошо знаю что не все с собой таскаешь на это хорошо то есть конечно когда продукт требует какого-то железа то во первых это всегда дополнительный расход существенно и на разработку потом на производство на складирование безусловно на транспортировку это не то что файл там сел на кухне там бомбомбом вот тебе файл там оплоднул его и готов продукт я могу сказать что больше 50 процентов скажем так 50 70 процентов из того финансирования которое мы привлекаем оно идет на нужды рабочего капитала то есть нам нужно сначала заказать это устройство на фабрике привезти поставить во все ритейловые сети потом его продать только потом мы получим деньги на которые мы сможем заказать следующую партию то есть очень большая потребность финансирования я по-моему я электронщик сам я институт связи заканчивал в Москве ну то есть конечно я я работал в как бы мы разрабатывали там устройств всякие да очень а сейчас вот в америке например там вот просто обустроить рабочее место человека который занимается разработкой там скажем хардвора это это же не то что программисту там до компьютеры там инструментарий поставил ты может там стоить там сотни тысяч долларов просто чтобы посадить человека который хардвор делает но есть разные подходы да можно подороже сделать можно скажем так можно не лицензируем не лицензирование здесь наверно не подойдет вот но в различных уголках света возможно это конечно сработает конечно так хорошо значит вот все-таки знаете что думаю что 500 с лишним долларов вот у нас канал то я просто рассказывать на нашем канале там где-то там 125 тысяч подписчиков россии украина и немножко американских процентов 10 половина из россии четверть из украины и я часто очень слышу разговоры о том что там средняя или там скажем большинство россиян получают там зарплат который месячная меньше чем ваше устройство стоит и можешь как как на две зарплаты чтобы такое купить и это явно не не те люди на которых вы рассчитываете да ну то есть этому есть объективные причины почему устройство стоит дорого то это в том числе и за масштаба производства то есть когда мы будем производить миллионами она будет стоить дешевле а нужно миллионами то есть рынок есть но рынок конечно есть то есть смотрите в в принципе если посчитать все семьи в мире да то есть в мире 7 миллиардов человек 30 процентов из них это семьи с детьми то есть можно сказать что два там миллиарда это семьи с детьми вот и у всех родителей у которых есть дети есть вот эта проблема который я упомянул то есть не существует на текущий момент безопасного способа введения ребенка в цифровую среду вот можно его вводить вот таким способом с помощью телефона но все родители чувствуют себя а если ребенок американский вот допустим даже родители у него скажем да такие как мы но ребенок уже такой в садик американский ходит по-русски не понимают и не хочет ему комфортно вот там симпсонов каких нет смотреть но я вот условно начать детстве что-то детское у вас есть американский контент который прям сегодня можно поставить да во первых у нас на youtube да да разумеется предустановленный контент он двуязычный он есть и на русском языке и на американский тут же самый но на русском языке у нас есть союзмульфим которого на американском сожалению нет никто не переводил а мы за это не возьмемся вот но в остальном мы лицензируем студии у которых есть контент на английском языке и на русском языке а кроме того мы работаем постоянно над тем чтобы добавлять новый контент то есть вот со следующего месяца мы планируем что здесь появится вселенная супергероев это все что касается супермена комикс с бэтменом и всякие прочие американские бэтмена будут смотреть час ну как вам сказать второй по популярности позже старворца то есть мы ведем переговоры со студиями для того как лицензировать у нас здесь большая история это книги и чтение от дорого лицензировать стоит вообще то есть если говорить про дисней например но дисней просто он такой топ он на самой вершине пирамиды нам вот диснеем они говорят что лицензия там стоит от полумиллиона долларов даже даже если устройств еще мало но дисней в принципе не интересует рынке где мало устройств друзья никак бы не просто не занимается этим поэтому либо вы большие и можете позвать и полумиллиона вообще не деньги ну в том числе да но вот я хочу сказать что например большое сегмент использования для нас вот этом устройстве это чтение у нас здесь есть диафильмы по факту это же цифровые книги то есть это что изображение которое интересна ребенку и небольшой текст который вы можете прочитать много наших пользователей они напишут и мы знаем они как его используют когда время укладывает ребенка спать не ложатся вместе с ребенком и проецирует на потолок ребенок засыпает и слушает как вы ему читаете эти диафильмы интересно и это очень нравится нашим родителям потому что все очень переживают что мы уходим от чтения всем гораздо меньше читают сейчас дети и прочее но здесь в америке разумеется диафильмы гораздо меньше пользуется популярностью поэтому мы работаем над тем чтобы сюда добавить книги от известных производителей в том числе диснея то есть не мультики диснея а именно книги диснея которые точно также яркие очень большое изображение очень известные герои и немного текста чтобы родители могли его читать им есть возможность манипулировать яркостью интенсивностью света нет интенсивности света нет возможности манипулировать но на текущий момент мы не видим прям сильно необходимости в этом одна из причин почему у этого устройства именно такая яркость заключается в безопасности первым делом когда вы дадите ребенку он светит в глаза если у вас будет яркий скажем так промышленного класса проекта нехорошо это очень плохо для ребенка вот здесь у нас как бы линза такой яркости которая не причинит вред ребенку при коротковременном контакте конечно он будет в него смотреть целый час то это ничего хорошо интересно то есть как бы очень много аспектов а как давно вы это все мы работаем три года уже над этим вот эту версию мы выпустили и сейчас продаем на американском рынке начали продавать месяц назад то есть у нас такой путь длинный три года назад мы выпустили первую версию я где-то видел вот эту вашу ваш логотип я сейчас скажу тут было какое-то мероприятие ну вы сырой а сырами значит такое да свод возможно увидел нас а кроме того мы выступаем на различных мероприятиях например launch фестиваль здесь вот локально было на нас полгода назад такого типа я помню там девочки такая хорошая стояла и она что-то показывала и когда вы пришли с этим устройством я смотрю она но не она вот что-то такое она как-то по-другому было интересно вот логотипчик да как раз и на же меня туда позвала и там где-то это вот тут было недалеко все не были в санта кларе где-то я обычно хожу там снимаю что-нибудь стартаперов да там ребятам интересно они так конечно интересуются их конечно больше интересует давайте я вас спрошу их конечно больше интересует вот если у тебя есть идея да как вот как вот ну вот они спрашивают а как получить деньги это очень массовый вопрос а вот у меня есть идея как мне получить деньги или например вообще-то вот трансформация просто человека с идеей в человек который предприниматель и который эту идею как бы довел до уровня бизнеса в котором есть там продажи разработчик инвестиции это такой вопрос на миллион я бы сказал конечно конечно коротко если отвечать я думаю можно сказать что дорога вселит идущий если есть идея и есть желание эту идею реализовать и ничего ну как бы через череду различных итераций эта идея рождается и реализуется то как бы человека ничего не остановит если он реально живет этой идеи и это самое главное то есть если вы начнете делать что-то то все начнет приходить ну не само по себе но грубо говоря если начать что-то делать то станут возникать возможности к тому чтобы это сделать и дальше уже задача в том чтобы эти возможности реализовать но хочу сразу сказать что по пути будет не то чтобы сложно но очень сложно возможности возникают не там не те и не всегда вовремя и все это нужно отрабатывать я вот как бы такую мысль ребятам говорю что трудно трудно это не проблема вот когда трудно когда тяжело это не проблема проблема когда без радости если ты делаешь тебе трудно цену ты радостно это делаешь на ты горишь этим делом ты даже не замечаешь что это трудно ну то есть ты видишь что трудно но это тебя совершенно никак не трогать но если вдруг ты это делаешь и даже не так трудно не так много затрат трудозатрат или чего-то но она тебе влом но но не нет конечно не получится именно поэтому нужно вот этой идее которую вы делаете нужно и гореть потому что по пути будет очень много препятствий и если не гореть то эти препятствия конечно каждый раз будет как чрезвычайно тяжелым я бы еще вот чего сказал вы со своей стороны скажите я им говорю так тем кто интересуется этим делом я говорю что совершенно неважно получилось у вас это или нет потому что главный результат когда вы начали этим заниматься главный результат составит то что вы изменились и на следующий проект вы пойдете более подготовленным еще более еще будет это на пробьется там но ты не можешь с нуля там или допустим но с первого этажа одним скачком выйти на 3 не готов но потихоньку то есть сам по себе процесс он тоже очень-очень важен ну я вот разговаривал с одним очень умным человеком может быть знает ваши слушатели гайка васаки автор книг богатый папа бедный папа у него есть собственный виси фонд гараж венчерс до больших успехов вы не видите роберта киесаки вы имеете в другую очередь да да гайка саки это наверное нет богатый папа бедный папа это роберт киесаки прошу прощения на счета роберт почему же гайя вот между другой то еще есть так хорошо в общем с кем-то из них двоих я разговаривал и он мне сказал такую фразу он жаловался на тяжелую долю инвесторскую которая заключается в том что инвестируешь проекты неизвестно выстроить или нет и он сказал такую фразу что в отличие от инвесторов founder никогда не проигрывает потому что даже если он не зарабатывает денег он изменяется как вы правильно сказали приходит на другого но это да будет греть вас суровые холодные вечера я вам как сказал но конечно хочется чтобы это было успешным ну просто не обязательно с первого раза там и конечно то есть какая то есть тоже называется learning curve еще такой вопрос уже значит вот уже к вам я я когда объясняю вот когда спрошу этот бизнес как почему бизнес бывает успешным в от неуспешный вот что что делает его успешным и я обычно говорю что вот знаете если ты хочешь отдать что-то сделать такое в мир дать что-то то это вот тот посыл который тебе что-то возвращает даже если ты собственно не так и думал о том что вернет и как и сколько но у тебя драйв был от того как изменить мир к лучшему когда человек говорит значит так надо заработать хочу заработать хочу миллион чтобы такое сделать ну ну да надо чтобы она там продавалась я не говорю про уж совсем такие кидалово какой-то нет и он начинает искать чтобы такое людям дать за что они готовы заплатить без того чтобы там сделать мир лучше что-то такое закрутить это вот и даже вот когда человек например нехитрая вещь там казалось бы нехитрой купил дешевле продал дорог до миллионы людей прогорают на этом они не могут а есть такие гении этого дела правда и вот важен посыл с которым ты пришел в этот бизнес сложно сказать у вас вас как у вас был посыл человечество осчастливить да но у нас посыл то вообще исходя из проблемы возникает то есть у нас такая классическая история то есть сначала возникла проблема проблема заключалась в том чтобы а показать детям приобщить их к нашему прошлому то есть мы хотели показать и не было никакого способа это монетарно очень гуманитарно был первый посыл то есть ну как и как всегда когда начали разбираться этой проблеме обнаружили что я хочу сделать самому чем пилить что-то из того что есть это было первое а второй посыл вот все таки про безопасность я расскажу свою историю то есть я давным-давно на самом деле задумался об этом как только у меня родился сын это было 7 лет назад он приобщился когда был год приобщился к этим технологиям я помню когда он растет ты так хорошо умиляешься вам смотреть ему всего годика он уже вот это может делать сам выбирать это так клёво классно и там конечно да ты удобно ты модно он занят целый час ты как будто есть время на себя но мне вот лично как отцу очень не нравилась конфликтная ситуация то есть дать несложно забрать тяжело он сидит привыкает ты потом говоришь давай мне телефон все закончили возникает скандал нет нет я телевизором так не будет выключаем с телевизором может быть но любое персональное устройство но такого же класса просто проблема телефона что он всегда с собой он прототивный где бы то ни был соответственно ребенок он убирает и он начинает потом конючить даме телефон не скучно дать телефон вот и в принципе то есть еще до того как я выяснил о том что это в принципе вредно на физиологическом уровне мне не нравилось это да и у меня была очень простая мысль бог с ним пусть он занят я как бы мне нужно два часа свободного времени я дам ему поиграться но мне хотелось сделать так чтобы я мог его ограничивать в использовании без конфликта и я на самом деле пытался сделать софтвердное решение как выключить iphone при этом не выключая его самостоятельно то есть удаленно это сделать то есть наверно можно нет к сожалению нет apple запрещает обращение к своему железу запрещать любые операции железом сторонним и вот технически можно просто они не разрешено города то есть технически конечно на android это можно сделать но вот apple как бы он говорит мне все равно что вы думаете я как бы сам решаю кто что делает никаким способом решить эту проблему нельзя и вот когда мы начали заниматься вместе вот этим диафильмами которые мы хотим приобщить своих детей к своему прошлому и плюс мы начали заниматься вопрос вопросами безопасного потребления контента детьми все это вместе мы соединили и как бы вот сейчас у нас есть такой безопасный способ безопасный способ для ребенка привнести цифровой мир в жизнь ребенка вот то есть посыл как мы считаем очень гуманитарный очень правильный мы надеемся что с нашей помощью будет гораздо безопаснее и корректнее развивать ребенка если вот допустим вы задумаетесь какая версия будет через год через там но не знаю про 5 не знаю ну ближайшее на какое-то вот время вы уже знаете еще вы хотите добавить да конечно у нас есть road map на 5 лет конечно да мы очень четко себе представляем что будет через три года может пять лет там будут разные вариации но смысл заключается в том что мы хотим сделать это устройство как персональным другом для детей то есть мы хотим сюда добавить эмоциональный искусственный интеллект который будет понимать ребенка который будет понимать что делает ребенок как он развивается и помогать ему в развитии то есть даже простая операция анализирует то какие мультики смотрит ребенок интеллект может подсовывать ему те мультики которые будут ему помогать перешагнуть но вырасти над самим собой а может провоцировать проявление интереса в разные области да разумеется очень большая история для нас это интерактивность вот то есть мы хотим добавлять как можно больше интерактивности потому что еще одна проблема с которой сталкиваются персональные устройства это статичность то есть ребенок сидит в статическом положении продолжительное это плохо влияет на его глаза и на его осанку а динамическая а вы хотите так чтоб номер то можно было удаленно там с салфона оперировать вот этим это у нас уже есть он надо оперировать можно мы больше думаем над динамичностью в формате например детского VR и виртуальной реальности очки какие-то нет очки нет потому что очки запрещены для детей если вы посмотрите на инструкцию Oculus Rift там написано до 13 лет нельзя да это тоже технологическое не будем погружаться но технологические недостатки решения единственный безопасный способ через устройство вот такого класса представьте ну то есть вот это луч представьте что у вас есть контент 360 градусов и вы поворачивая луч вводя им в разные стороны вы выхватываете различные сегменты да из контента 360 градусов то есть например вы светите на небо и видите звездное небо именно в том виде в каком она конкретно сейчас над вашей головой и мы подсказываем какие созвездия где луна где планеты вы светите вниз и видите динозавры пласты там исторические пласты и все прочее то есть вот это интерактивность и динамичность мы думаем что за ней очень большое будущее ну да когда делают вот там как тот же Oculus там да там тоже вот это но они не из не из этих соображений но качество дать хорошее в то место куда человек смотрит по те то есть невозможно на 360 градусов дать ну в смысле можно было смысла нет давать одинаково хорошие качества и вот это вот прямо преобразование это очень технологичная но у нас здесь чуть-чуть другая механика то есть здесь больше именно исходя из форм-фактора самого решения и то есть но представьте даже простейшие квесты можно делать например ты в комнате найди ключ ты проецируешь на стены здесь у тебя лес там у тебя там как море пляж здесь еще что-то и ты пытаешься найти соответственно ключ вот таким интерактивным способом то есть ты постоянно меняешь угол обзорами динамику ну хорошо давайте так на 5 лет у вас есть роудмэп но вот вам сколько лет самого 36 36 ну значит вы в 36 уже три года уже занимаетесь в 41 будете заниматься шоу теперь в 60 этим заниматься но человек же должен как-то какие-то рывки совершать у вас есть мысль о следующем рывке ну да есть мысль безусловно о следующем рывке пока что все мысли крутятся вокруг вот это устройство то есть на самом деле по большому счету мы строим платформу для потреблять для потребления развлекательного и развивающего контента и эта платформа это гораздо больше чем вот просто устройство для просмотра мультиков а с точки зрения вот выхода на уровень но не убыточностях как будто даже уйти от негатив кешфлоу да вот у вас какой план вот как скоро но планирует да пока что мы убыточные но опять же это проблема стартапа которая заключается в том что нельзя остановиться нужно постоянно думать о будущем например причина убыточности конкретно в данном промежутке время заключается в том что мы сейчас создаем то устройство которым мы будем пользоваться через два года через год полтора два года который рванет из раздаст а у нас там команда разработчиков 22 человека которые работают над ним в москве сидят в москве разумеется разумеется если я не буду создавать это устройство то я буду прямо сейчас в моменте прибыльный но эта история закончится через я понял более год то есть если бы вы просто поддерживали это устройство на рынке уже были прибыли конечно а так вы просто инвестируете следующая но это все штат это также невозможно да когда вот например кризис вот я помню интернет бум тогда обвалился и вот в хардвере разработчики они практически не пострадали от кризиса потому что скажем на фабрике можно людей уволить потому что никто не покупает но если ты уволишь разработчиков то через два года нечего будет продавать когда рынок вернется конечно это как бы обычное дело ну то есть ну хорошо для того что вы уже с этим устройством вы уже как бы в прибыли вы в минусе со следующим но можно так сказать можно по разному смотреть грубо говоря конечном итоге в минусе поэтому для того чтобы быть в плюсе нам как раз и нужно построить канала продаж географию продаж расширенную в том числе на американском рынке обеспечить объемы и тогда нам хватит быть в прибыли и со следующим устройством с этим устройством над этим и работа меня просто немножко это настораживает не тоже но вот как бы вот проблемка такая что все-таки если американскому ребенку это дать то не факт что он захочет вот те диафильмы смотрите родители тоже даже переведенная все-таки они хотят свой обычный американский канал контент то есть вот вот оттуда надо зайти и тогда уже она уже это будет любому ребенку в радость он пришли друзья увидели захотели и она она вирус на пойдет самого у нас есть больше тысячи американских американских больше тысячи продаж за пределами россии американских из них большинство больше 700 это руки берут нет нет много американских семей мы в прошлом году провели компанию успешно на и не бога краудвандинг и отгрузили тоже в америку многим людям если зайти на наш на наш amazon страницу и почитать отзывы вот то можно увидеть что американские семьи используют его достаточно успешно причина почему на самом деле не сильно важно какие мультики записаны важно что у вас появляется альтернатива безопасная альтернатива персональным устройством и то есть люди которые это понимают они как его используют вот например ребенок конючит горитами телефон дай телефон играть нет телефон это мое устройство у тебя есть свое устройство ты его смотри и с таким приложением как youtube а позднее мы постараемся добавить netflix и все прочее никаких проблем с контентом не будет на самом деле ребенку интересно именно то что это его устройство то что он им сам управляет то что это в конечном итоге он за него отвечает это может быть и маленький совсем да то есть там пару лет да на самом деле вот наша прям такая совсем ядро нашей аудитории это дети от двух до восьми лет то есть пользуются дети от двух до пятнадцати лет но вот прям те где у нас самые лучшие отзывы самое высокое использование самый высокий engagement как говорят это вот от двух до восьми лет у них вообще нет никаких проблем а это могло бы быть например чем-то таким образовательным например не то что для маленьких ну вот для постарше безусловно это очень большой сегмент над которым мы работаем то есть на самом деле мы хотим сделать это именно образовательной истории они развлекательны потому что дети проводят много времени если ребенок привык к этой штуке так если ты его устройство то ему нужны нужно подгружать как может быть захочет подгружать какие-то библиотеки где у него там будет по истории англии да или там по творчеству тогда не знаю шекспира да или там я не все такой вопрос то что почему бы его youtube не посмотреть но потому что у него свое устройство до него привык и другое дело что в этом возрасте может быть уже и лаптоп свой есть да и как бы тоже свое да ну и то есть опять же персональное устройство это другой класс устройств то есть опять же детям до 13 лет советуют ограничивать экранное время здесь это портативное устройство динамическое где он может его использовать где угодно в поездках у себя там дома где-то в машине в самолете то есть это устройство которое у него находится в руке он может его использовать образовательная часть конечно очень большая для нас в эту сторону что же интересно интересно будет посмотреть как как пойдет такая штука на того что так у меня например впечатление очень поверхностная и вот приходил товарищ несколько дней назад он сделал там на андроиде на обеих платформах сделать такое приложение там с со словарным запасом там разных языках там масса функционалов и поскольку у нас зритель разнообразные и подкованный то там его значит там и ругали и критиковали типа на велосипед придумал и это есть и то есть наверное вы уже все это услышал я не вряд ли вряд ли что-то новое последнее время поступало да не ну то есть из критики очень много отзывов самого разного класса есть полезные какие-то такие не а практически все полезные я очень люблю критику то что заставляет нас работать вот конечно очень много повторяющихся большинство людей говорят что зачем покупать такое устройство я куплю сейчас на алиэкспресс за 100 долларов мини проектор вот подключу к своему телефону и буду те же самые мультики транслировать для своих детей есть такой класс людей как бы мы не противимся то есть если вы хотите делать такие костыли то делайте сами пожалуйста без проблем но опять же мы говорим что законченные устройства что-то безопасно контент уже есть не нужно заботиться распаковал отдал ну и то есть практика показывает что мы достаточно успешно с этим справляемся из такой прям критики которая ну типа того это все уже есть вы велосипед придумали о это постоянно говорят да то есть все уже есть велосипед придумали но в этом и соль как бы придумать такое решение которое объединяет на самом деле в мире вообще ничего нового нет я помню когда возник фейсбук только да и и на вот она тогда проходила практику в большой юридической компании она заканчивал заканчивала там лоскул и партнер один египет пойдем я тебе покажу мужика как парня к тебе покажу который весь мир сейчас перевернет на и они пошли там куда-то и там был какой-то мероприятие небольшой томасе и там вот был цукерберг а ему было то лет 20 вот и много странный как молоденький мальчик там мы вроде я говорю вроде так много уже есть этих социальных сетей уже уже было и myspace был и френдстер был и чертам такое придумать то можно со стороны когда глядишь на а что-то такое там видел что вот например другие люди поняли а например вот мы со стороны смотри ну еще одна социальная сеть то есть там было такое там еще большая проблема как я понимаю насколько мне хватает ума заключалась в том что долгое время он же никак не монетизировал фейсбук то есть он долгое время он как бы был сам по себе и все эти деньги которым поднимал от инвесторов он просто сжигал на разработку и на все это сейчас всем кажется очевидным что это идеальная рекламная платформа с высоким таргетированием он там зарабатывает по моему фейсбук вторая или третья компания в мире по капитализации то есть самая самая дорогая компания даже не знаю мне кажется 2 или 3 после apple и амазона или гугла что то вот то есть и долгое время когда он развивал эту платформу ведь большинство людей говорили что это абсолютно пустое время пустая трата времени потому что невозможно заработать денег да люди пользуются но где ты будешь зарабатывать деньги и только после того как он начал зарабатывать только вот сейчас все как бы понятно дело уже знают я постарше вот вас там ну немножко лет на 25 и значит я помню время когда появился amazon и я тогда с книгами да я тогда работал уже это был год что-нибудь там девяносто не знаю седьмой восьмой да и приезжал в кремниевую долину приезжал билл клинтон и вот ему показывали amazon как пример того как вот интернет может изменить жизнь да и показать что-то кроме этого особо не было то есть вот вот как вот книжки можно покупать да потом когда amazon начал добавлять электронику какие-то там еще столько было народу который боже они с ума сошли зачем этот идиотский рынок это же совершенно не нужно там ну то есть книгу понятно ты да ты не должен ходить в магазин там уши и так взять на электронику и а как пошло мама рода ну да но там тоже я думаю что по пути было такое количество рисков и возможностей что там когда уже задним умом как бы легко понять как все это сделать успешным а вот сделать это сейчас и чтобы это буду в будущем популярна это конечно как эта фраза то пройтись какая-то поговорка что русский человек задним умом крепок но это это любой человек абсолютно абсолютно международно все задним числом до но задним умом до в девяносто шестом году насколько я помню там была эра все-таки инфраструктурного развития то есть тогда появился ebay вот amazon первые шаги делал но больше большая очень много было в сфере инфраструктуры например циска то есть они же тогда росли и бешенными темпами не создавали инфраструктуру во всем мире по доступу они уже были но не с 80-х годов активно но я имею ввиду что вот именно бум файбер оптика перроне то есть сначала должны пройти какие-то инфраструктурные изменения в отрасли а уже потом сверху на нее наложится а я все это проходил вот я вел уроки в классе и у меня там телефонная розеточка была в стене и значит туда раз я шнурочек и себе на экран ну там модем какой-то стоял я не знаю я даже не могу сейчас сказать какая скорость была то есть что-то что типа 14 400 кипа сетей по да да и вот значит я там что-то показывал на экран проецировал там какие-то хохмачки там с интернета почему тогда бы спасал нас под windows работали на и ну да потом оно росло потом бросло потом еще 4 сказать что вообще представить что за 20 лет вот интернету сколько сейчас будет 22 года в том виде как все его знают я помню август 95 август 95 когда вышла windows 95 очереди стояли в магазинах перед открытием людей которые хотели схватить поскорее копию windows 95 5 интересно интересно это я-то еще помню в ссср как и телефонов у людей не это отдельная история это даже я помню правда ну конечно мы все дети ссср то есть у нас не было телефона мы ходили к соседям звонить потому что ну да мы пока сотовая связь не появилась то как бы был кабеля не было номеров не было этих им костей телефонных станций не было да ну в общем такая интересная штука то есть за жизнь одного поколения да вот просто даже не знаю что произошло именно поэтому но возвращаясь к тематике то есть мы хотим чтобы мы не сопротивляемся тому что дети будут представлены в цифровом мире это случится независимо от вашего желания но мы хотим чтобы это было чуть чуть более безопасно нет у вас ощущения что вот дети которые сейчас растут вот что у них там в колясочке уже там лежит какое-то устройство да вот то что их сейчас называют диджитал нейтив такой термин да есть такой диджитал нейтив он не учил диджитал он нейтив диджитал что эти люди не умеют не хотят не заинтересованы в человеческом общении знаете что происходит он сидит в классе у меня да или пришли дети взрослые дети дети не играют вместе каждый сидит в своем устройстве да да и они перестали вообще общаться вы абсолютно правы это этом это в том числе проблема персональных устройств на самом деле есть гигантское количество материалов на эту тему мы стараемся его систематизировать использовать своих там сообщениях но если вы почитаете есть даже такой термин сейчас в лондонской он не помню название университета в лондоне они проводили исследования по поводу цифровой деменции и они говорят о том цифровое слабоумие они говорят о том что дименция дименция я они говорят о том что из-за высокого потребления персональных персональной информации с помощью персональных устройств они сравнивали различного насколько я помню они сравнивали различные контрольную группу которая не потребляет и группа которая потребляет и обнаружили что различия в объеме нейронных связей в мозгу у той группы, которая потребляет, приблизительно около 20%. То есть это на самом деле большая проблема медицинской. Меня больше социальная часть волнует. Раньше люди были вынуждены общаться друг с другом, и какие бы у них ни были разные взгляды, но они должны были до чего-то договариваться. Сегодня не нужно ни с кем договариваться, ты вышел в сеть, там есть единообразно с тобой мыслящие люди. Это может быть гигантская группа, или может быть очень маленькая. Но тебе абсолютно не нужны больше люди вокруг. И ты сидишь среди людей, и ты сидишь на своем девайсе. Вот то, что здесь, неважно уже. Понимаешь, вот они утекли туда куда-то. Это еще связано с менталитетом, я так понимаю. Политически, понимаешь. То есть конгрессмены уже не могут договариваться. Нет, ну правда, они постарше. Но эти-то как? Они апеллируют к своим, а все остальные, их как нету. Вот есть там твиттер у Трампа. А все остальные неинтересны. Вот тут у него отдача. Ему говорят, перестань твиттерить. А что же тогда делать? А тогда нужно, если не твиттерить, то ты должен сказать, ребята, вы тут большая страна. Я всех вас хочу, я хочу для всех вас что-то сделать. Ну как он это? А тут вот свои, уже своим, что бросишь туда? Как это называется? У блогеров есть такая фраза. Это кормить хомячков. Да, people have it. Ну people have it из культуры, из искусства, так сказать. А вот это вот, кормить хомячков, вот он скармливает чего-то. И хомячки там радостно, значит, это кормится вот этим. Поэтому превращение людей в хомячков, вот что жутко в этом во всем. Ну, это все-таки та реальность, в которой мы живем. Наверное, от нее никуда не деться. Только вопрос, что если знать о ней и представлять, ну, то есть сознательный человек, возможно, сможет найти способ, как это ограничить вредное воздействие. Ну, на этой высокой ноте, друзья, мы можем перестать волноваться, так сказать, о социальных последствиях. Да. И политических тоже. Да. Ну что, хорошо, значит, давайте я тогда поблагодарю Павла, что он вот рассказал про устройство, про стартап. И на самом деле мы гораздо шире круг проблем затронули. В частности, там, как бы стать успешным стартапером. И знаете, что, напоследок, вот ударно, есть люди очень много, очень много, особенно молодые, в университетах еще учатся. Вот учатся в университете, он говорит, нет смысла учиться. Вот учат черт знает чему, учат черт знает кто. Люди, которые вокруг меня немотивированы. Я вообще не хотел этой профессией заниматься, но меня родители заставили. И вот это просто сплошь и рядом идет, как облако спустилось с горы и накрыло долину, понимаешь. Дальше начинается, вот я работаю, я зарабатываю, я хочу изменить свою жизнь, я получаю 300 рублей, там, 300 долларов в месяц, я не могу сорваться, не могу никуда деться, у меня нет денег там даже в Москву поехать, там, может быть, туда. Значит, вот это безнадега, вот что, есть какой-то рецепт от безнадеги для людей, которые хотели бы вырваться. Я понимаю, что те, кто в безнадеге живет, и нормально, это не вопрос. Но человек хочется вырваться из безнадеги, ему и что? Да нет, никакой безнадеги. А у него состояние безнадеги, он ее видит так. Ну, да, ну, то есть, опять же, безнадега только в голове у человека, так? Возвращаясь к своим словам, дорогу осилит идущий, начните идти, и все сложится, то есть, безнадега только в голове, не бывает безнадеги, то есть, я знаю примеры, очень много людей, только сегодня разговаривал, из маленького сибирского городка, вот, и нормально, точно так же, приехали в долину, здесь работают, и... Иногда, иногда бывают люди, знаете, я как москвич, коренной, знаете, все-таки отвлекаешься, там, большая страна, ну, вот тут вот вся жизнь, и вдруг ты видишь людей откуда-то из глубоких сибирских там мест, а я еще в физматшколе хорошего учился, я в олимпиадах, там участвовал на театричном, и иногда были абсолютно гениальные дети, и ты смотришь на него, такой, Иван, крестьянский сын, такой, знаешь, но никогда не подумаешь, а он гений. Просто вот, и ты это означаешь понимать, вот, после трех-четырех слов, ты вдруг понимаешь, что это гений стоит, вот в таком образе, у меня дочь занималась шахматами, и там были дети, ну, смотришь, ну, тип шпаны какой-то, знаешь, так, а он гений. То есть, я к чему говорю, что очень и очень много есть талантливых людей абсолютно всюду, а сегодня, когда есть интернет, когда ты можешь учиться чему угодно, когда ты можешь преподавать все, что угодно, когда ты можешь участвовать в проекте любом, правда? Да. За границей работать, но почему безнадега? Мне вообще кажется, что границы стираются, и очень большая идет война за таланты, и если есть желание, то можно добиться всего, что угодно, где угодно. А вот если как бы такого желания нет, возможно, не хватает такой небольшой настойчивости, потому что, мне кажется, успешный человек от неуспешного отличается только тем, что успешный чаще встает и идет дальше, когда неуспешный садится и говорит, ну, и не сильно хотелось. Тут у нас есть один министр в Соединенных Штатах, такой афроамериканец, вот он хирургом был, он тоже баллотировался от республиканской партии, но там рано сошел. И он, как раз, министр, как раз по социальным вопросам. И он тут на днях сказал фразу, ну, ему говорят, неприлично так, но он сказал такую фразу, что бедность – это состояние ума. Я думаю, это не он сказал фразу, он же сказал публично, он, наверное, не придумал, он, может быть, согласен с ней, но вот я бы еще, знаете, что добавил из Роберта Киесаки, есть фраза, которая я студентам все время говорю, что они есть такие негативные, если кудрень собирают, я ему говорю, что Киесаки, наверное, тоже не сам придумал, но он написал, что «в чем проблема разговора с идиот?» Он говорит, проходит всего одна минута, и уже два идиота. Ты и тот, с которым ты разговариваешь. Да, поэтому… Да. Ну, хорошо, то есть такого инструментального мы не дали совета, но мы сказали, что… То есть ваши слова состоят в том, что безнадега – это больше у человека как бы в голове, а так, в принципе, вокруг него ее особо и нет. Он сам себя туда как-то… «Начните что-то делать, и все появится». Ну, это очень простой психологический принцип, потому что деятельность меняет человека. Ну да, большинство… Мы формируемся в деятельности. Да, большинство людей, их проблема в том, что они знают, что делать, но никогда не делают. Вот. Знаете, начните делать, и все появится. Не так, как вы представляете себе, но все равно лучше, чем… А спрашивают, скажите, Михаил, вот мне там 30 лет, я там это… Мне стоит эмигрировать? Да. Понимаешь? То есть у него там в голове сидит, но ему нужно подтверждение со стороны, что ему стоит. Да. Ну, я не знаю. Никто за вас, да, не решит. Нет. Но… Да. Ну, хорошо, а вот тогда… Мы так все, последний, последний. Если так как бы не… Если можно ответить на вопрос такой, в Москве, да, или там, может быть, не только в Москве, хотя, наверное, Москва город более открытый такой, с большим количеством возможностей для людей, но все-таки вот та ситуация, которая сложилась в последние годы, вот, начиная там с крымских событий, она как-то демотивирует людей, или она никак не влияет, или наоборот подталкивает к чему-то. Вот на вас как это влияет? Мне сложно судить, честно сказать, потому что я на самом деле из Москвы уехал шесть лет назад, и я жил шесть последних лет в Австралии. То есть я сюда переехал из Австралии, и я могу много… То есть вы не московский такой, я понял. Я могу много провести параллели между Калифорнией и Австралией, например, и сказать о первой лице. То, что я вижу от второго лица, наверное, вы правы, события влияют, и поток увеличивается. В Австралии тоже видно, да? Возможно. Но это же связано не только с событиями, а, как я говорю, это связано даже с тем, что возрастает конкуренция за таланты. То есть… Независимо от тех или иных событий, да? Ну, события, они как бы катализатором могут быть, но сам по себе тренд заключается в том, что… Посмотрите, что делает та же силиконовая долина. Она собирает здесь самых лучших из лучших. Всех, кто самый амбициозный, самый умный, самый пробивной. Может быть, там гении какие-то остаются в других местах, но те, кто могут пробиться, они все едут сюда. Представляете, какой это гигантский потенциал, и на самом деле, как бы, можно только позавидовать тем, кто это создал, с точки зрения того, что они обеспечили благополучие своих будущих поколений за счет притока вот таких талантливых людей. То есть им вообще ничего не нужно делать, вот сегодня все остановятся, еще там 50 лет на инерции вся эта система будет жить точно так же хорошо, как все. Ой, ну дай бог, конечно, дай бог. То есть, конечно, мы можем вернуться мысленно к самознавателям, хотя, с другой стороны, если посмотреть на эти 200 лет, то большинство из них были довольно жесткими и, как бы сказать, жестокими, зачастую несправедливыми, какими угодно, но, с другой стороны, всегда привлекало. То есть, скажем так, вот та жесткая несправедливая система, которая была, скажем, 150 лет назад, по сравнению с тем, что в это время было, например, в Европе было намного привлекательнее, так скажем. То есть, весь мир движется вот так. Ну, не могу судить, как бы... Но люди ехали, да, но люди туда ехали, наверное. То есть, на самом деле, если сейчас посмотреть на российскую систему, мне кажется, может также сделать заключение, что она вот такая жесткая, как здесь там 60-100 лет назад. То есть, там выживает сильнейшие и всякие прочие вещи. То есть, ну, возможно, что-то из этого выкристаллизует достаточно. Ну, посмотрим, мы же еще так не помираем. Там еще время есть еще там. Если мы... Ну, сколько мне, 61? Ну, допустим, я еще лет там 20 поживу. Если я гляну, что произошло за 20 лет последних, вот начиная с момента интернет возник, грубо говоря, да, вот как мы его знаем, я думаю, еще много чего будет. Так что, ну, хорошо, ладно. Давайте еще раз мы поблагодарим, значит, нашего гостя и пожелаем ему успехов. И мы договоримся, что ребята будут писать вам свои вопросы под этим видео. Да, с удовольствием ответим. А вы тогда уже отвечайте там по ходу дела. И если на самом деле будет там десяток хороших вопросов поговорить, может быть, тема хорошая будет. Не вообще вот как маленький вопросик, а так вот что-нибудь такое большое. Потому что я, например, не могу предсказать, что наш канал может выдать на горах, потому что я вроде знаю, так и все, но каждый раз что-то такое даже упал. У меня почти каждый день, что такое вот, я весь день хожу вот с этим вот. Да, с удовольствием обязательно задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Мы очень открыты. Если кто-то в Москве хочет прийти в наш офис и посмотреть, как это изнутри работает, то мы, что называется, велком... Вот этот синий муд. Да, синий. Моды, моды. Да. А, нет, муд. Синий муд, все верно. А, окей. Синима и муд. Понял, понял. Мне кажется, что синий муд. Знаете что, один цвет более яркий, мне кажется, что там одна буква. А, интересно. Ну, возможно, это на черном цвете, там написано на белом, там будет, наверное, более заметно. Хорошо, ладно. Спасибо большое. До свидания. Так, давайте ребятам так помашем. Счастливо. Счастливо. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Продолжение следует...